Семьям граждан, попавших под частичную мобилизацию, оказывают всестороннюю поддержку. О льготах, региональных программах, психологической помощи и денежных выплатах рассказали в правительстве Магаданской области. Во-первых, это указ говернатора Магаданской области об установлении дополнительных мер поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты работникам, работающим в областном муниципальном бюджете. В размере 70% заработной платы на день ухода на мобилизацию. В то же время, указом рекомендовано также принять аналогичные нормативные акты органам местного управления, а также юридическим лицам всех форм собственности. Что касается органов местного управления, на сегодняшний день все органы местного управления приняли аналогичные акты. Естественно, дальше мы будем контролировать, чтобы эти акты остались не только на бумаге, а были произведены выплаты. И будем периодически вам об этом докладывать. Следующая мера социальной поддержки, указанная следующим указом, это освобождение, точнее, извиняюсь, компенсация оплаты за детский сад семьям детям мобилизованных в размере 100%. Эта выплата будет производиться беззаявительно на основании данных об оплате детского сада, которые получают в социальные центры. И автоматом гражданину социальный центр будет перечислять компенсацию в размере 100%. Следующая мера поддержки, бесплатное питание в школах детям мобилизованных. С понедельника, по информации Министерства труда, с понедельника начинают бесплатно кормить. Сегодня до конца дня будут полностью уже подбиты окончательные списки детей по всем образовательным организациям. И будет известно уже количество окончательных. Следующая мера поддержки, стипендия детям мобилизованных. По предварительным расчетам на сегодня у нас 21 такой подросток, который обучается в СПО. То есть выплата будет составлять стипендии 21-102 и будет производиться по аналогии с выплатами, которые у нас сегодня получают другие дети из СПО за достижение. Следующие две меры поддержки – это освобождение от оплаты коммунальных услуг и предоставление социальных услуг на дому бесплатно членам СПО мобилизованных. В рамках данных мер поддержки подготовлены законопроекты, которые, я уверен, будут приняты на ближайшем заседании Думы. Большую работу уже проделали и волонтеры в областном центре. Они организовали несколько пунктов сбора вещей, которые могут понадобиться мобилизованным и добровольцам. Я думаю, сейчас было бы уместнее, наверное, дополнить доклад Сергея Пантелеевича с точки зрения тоже пришли задачи в рамках Волонтерского корпуса «Мы вместе». Организовано сейчас уже на федеральном уровне, в рамках Росмолодежи. Его бы совместно уже с Сергеем Пантелеевичем отрабатывали, чтобы, когда формируется так называемый условный паспорт семьи, чтобы там обязательно были включены пункты, то, о чем вы говорили, неформальные, а кому-то нужно, может быть, мебель подвинуть, кому-то нужна помощь какая-то сантехника и так далее. И в этом плане сейчас мы формируем бригады волонтеров, которые будут заниматься именно такой помощью. Совместно вот и он-то Александровне будет тоже выступление дальше, тоже активно включается с точки зрения юридической помощи. То есть здесь совместно, со всех сторон мы свои усилия объединяем для того, чтобы такие семьи оставить, не оставить, вернее, без внимания, и всячески их можно было поддержать. Подключаются и медики. Несмотря на их основную деятельность, они уже задействованы и в этом процессе. Минздрава организована совместно с военкоматом работа врачебной комиссии по средствам граждан РФ. Она проходит на промышленном проезде Дом-7. Привлечены наши специалисты, терапевты, хирурги, ларинбологи, офтальмологи, неврологи. Одновременно с этим организована работа врача на мобилизационном пункте по улице Карломаркс, 35. И при необходимости мы готовы, соответственно, выделить нашего сотрудника на Шандрышинич. Также по запросу военкомата мы отрабатываем аналогично в Ягодном, на палатке в Оле и в Амсукчане. И также по просьбе военкомата еще направлен наш медицинский работник на сок снежный. Это по силу и средствам. И медицинский работник проводится по запросам проверки. И вся необходимая документация, если она у нас имеется, она доставляется в военкомат для принятия ими дальнейших решений. Руководитель департамента административных органов Магаданской области рассказала о том, какая работа ведется в пунктах сбора в Магадане и поселке Ола. В рамках этой работы оказана помощь более 150 гражданам. И в рамках работы горячей линии 122 также предоставили телефон госрубюро для переадресации вопросов по общим гражданским правам и обязанностям тоже на госрубюро. И активно это очень востребовано и актуально в настоящее время. Также мы присоединяем организацию проекта «Мы вместе», для того, чтобы был указан телефон госрубюро для переадресации тех граждан, которые требуются бесплатной медицинской помощи. С начала объявления частичной мобилизации от колымчан поступает очень много вопросов. На каждое обращение оперативно реагируют власти. Обработано 1052 обращения. Максимальное количество мы фиксировали с 25 по 29 сентября. Оно варьировалось от 120 до 208 за день. С 3 октября, с понедельника до вчерашнего дня фиксируем стабильный поток обращений где-то в районе 40. Варьируется от 35 до 42 обращений. На сегодняшний день на 14 часов было 23 обращения. К нами реализована техническая возможность подключения пяти операторов, но учитывая тот поток обращений, который идет, в настоящее время работают и исправляются два оператора. Помимо этого, по каждой семье, как отметил губернатор, в регионе будет разработан специальный паспорт поддержки. В военкомат до особого распоряжения на постоянной основе прикомандируются люди от Минздрава, от Минтруда, от Департамента административных органов, я сейчас могу говорить про юристов, и от Министерства внутренней политики. Почему? Задача снять нагрузку непосредственно с военкомов. Они занимаются серьезной сегодня работой. Очень серьезной, в том числе устранение ранее допущенных ошибок и восстановление воинского учета и режима бронирования. Сергей Иносов добавил, что в области будут приниматься и другие меры, чтобы уровень жизни семей мобилизованных остался прежним. Анна Корнетова, Виталий Моряков. Специально для Карибу. Продолжение следует...